Дело в том, что мне, так у меня по жизни получилось, мне пришлось работать в очень разных математических школах. Одна из них, сейчас, к сожалению, боюсь, что я о ней буду говорить в прошедшем времени, хотя физически она существует, это школа Шевах Мафет в Тель-Авиве. Это там, где русские дети погибли? Ну, она не тем была славна, да, я понимаю, о каком случае идет речь, да, это она. Я, к счастью, мое знакомство с ней было не в связи с этим. А, значит, ее создал такой Яков Васильевич Мазганов, дай ему Бог здоровечка. Вот ему тоже уже за 80, кажется. Он решил вот этот самый русский, российский фрукт, советский, не знаю, как сказать, перенести на израильскую почву. И, в общем, в каком-то смысле преуспел. По крайней мере, эта школа работала успешно очень долгие годы. Действительно, это была одна из сильнейших израильских школ. Но они не учились на русском, они учились на русском. Это отдельно интересный разговор. Вот, я и на этот вопрос могу ответить. Ответ очень интересный. Вот, я могу сказать про свой опыт, но я-то сейчас хочу сказать совсем про другое. Я боюсь, что нас опять это уведет. Меня увезти очень легко. Вот, я буду с этим бороться. Вот, так вот, я вспоминаю, как все начиналось. А начиналось это все, сейчас, дай Бог памяти, в 1 тысяча, еще в 1 тысячелетии, да, в 1 тысяча 92-м еще даже, кажется. Да, в 2-м году. В 92-м году, уже тогда. И был первый набор. Был первый набор. И так получилось, что мне выпало удовольствие принимать в этом участие. Хотя работать я туда пришел через 4 года, но это так получилось. И что меня удивило? Удивило меня вот что. Там набор шел сразу в классы с 6 по 9. При этом предлагался примерно один и тот же набор задач. Их там было штук 10. Все 10 я, конечно, не припомню, но штуки 3 назову. Значит, задача номер 1. Это типа пробка и бутылка вместе стоят 12 копеек. Бутылка на 10 копеек дороже пробки. Сколько стоит и другой по отдельности. Одна задача. Вторая задача. Ну, это, по-моему, было не для 6 класса, а для тех, кто уже был знаком с графиками. Нужно было построить график игрок равняется х квадрат. Третья задача. Найти сумму 1 третья плюс 1 пятая плюс 1 седьмая. Вот-вот предлагалось 10 таких задач. Что значит 10 задач? Это не значит, что они должны были решить эти 10 задач все подряд. Это значило, что они должны были решить те задачи, которые как-то привлекли их внимание. Если из этих 10 задач ребенок, школьник, решал 2 задачи, его брали в школу, в этот математический класс, его брали совершенно без звука. Безусловно. Если он решал одну задачу из этих 10, с ним проводили после этого долгое собеседование, но и в результате все-таки его тоже брали практически всегда. Но вот если он не решал ни одной задачи, тогда действительно его в эту школу все-таки не брали. А как это коррелирует с тем, что мы говорим, что если он мотивирован, то он может подняться? Вот, видимо, считалось. Вот, тем не менее, это меня, естественно, можно представить себе мое удивление, потому что я-то привык к совсем другому уровню, как берут в матшколу. Вот, самое удивительное, что, самое удивительное, что действительно из этих детей в основном получились достаточно сильные математические классы, совершенно по уровню ничуть не уступающие. То есть это идея Вазганова была, да, как вот так отбирать? Да, да, это удивительно. Вот, когда я поговорил об этом, был очень хороший преподаватель, там, я еще у него учился в пенном институте в свое время. К сожалению, он довольно рано умер. Вот, Арнольд Яковлевич Блох, вот, когда я пришел к нему со своим удивлением, он печально заметил. Ну, говорит, это, говорит, да, конечно, это некоторая деградация, говорит, потому что работяга спивается, говорит, за пять лет, интеллигент спивается за год. Вот, значит, что он этим хотел сказать, если непонятно? Он хотел, по всей видимости, сказать, что вот сама по себе эта эмиграция, это был очень тяжелый стресс. И в условиях, я понимаю так, что если в условиях этого стресса люди находили в себе силы, считали важным туда прийти, и если сохранялся хотя бы такой уровень знаний, это уже предполагало достаточно сильную мотивацию. К сожалению, средний уровень израильской школы именно в таких классах, я имею в виду, в средней школе, если не брать старшие классы, он достаточно низкий. И если люди приходили, и им было важно поступить в математический класс, и они хотя бы вот как-то чуть-чуть в этом направлении продвигались, уже их можно было учить. Я слышал такие истории, что вообще в израильской школе как-то высмеивают детей, которые учатся, как бы вот принято разгильдяничать. Ну, принято разгильдяничать, значит, принято высмеивать, мне очень трудно сказать, так это или не так. Я могу, конечно, спросить своего сына, вот, я лично-то с этим не сталкивался. Ну, опять-таки, это слишком, как это сказать, слишком сильное утверждение, когда мы говорим, что все в Шотландии, все овцы черные, да, это, наверное, все-таки не так. Вот, школы в Израиле, разумеется, разные. Насколько это принято, мне сказать трудно. Вот, я могу говорить только про свой опыт. Но я могу вспомнить мальчика, совершенно замечательного мальчика Рами, по-моему, его звали, чтобы не соврать. Вот, он был, он был дисграф, как, впрочем, и друг мой Рома Смоленский. Кто был? Дисграф. Это как? Это значит, что у него были трудности с письмом. Рука не писала? Ему было, ну, например, трудно, трудно писать правильно, трудно писать буквы, вот, но я сейчас не буду. То есть, он из-за этого в Чернил все забыл? Ну, отчасти, наверное, да, не знаю. Вот, ну, и действительно, вот, он был, когда этот, я сейчас говорю о Раме, но не только о нем. Кстати, для Константинова это тоже было очень важно. Он считал, он прямо об этом говорил, что эти школы, это вот некоторые резервации. Вот, определенный круг людей может, кого в других школах травят, вот, они могут себя, там, почувствовать нормальными людьми. В том-то и дело, нет, я помню, что я перешел, но я переходил из английской школы все-таки, тоже не из какой-нибудь. Могли, 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 и травили, я помню. Да. Да, почувствовал, был совершенно другой воздух. Но я сейчас не про себя, я про вот, про этого самого Рами, вот, который перешел из израильской школы, он, кстати, по-моему, даже и по-русски-то не говорил. Вот, перешел в эту русскую школу, и он там совершенно расцвел, вот, так что, конечно, конечно, такое вполне могло быть, вот, насколько, насколько часто это, вот, об этом говорить не буду. Ну, хорошо, я думаю, что мы на этой высокой ноте, вот, оставим израильскую школу, значит, там, совершенствоваться, вот, и московскую тоже. И, я думаю, что если кто-то вот нас посмотрит, и я не думаю, там, может быть, там, что миллионы судеб мы изменим, но если, допустим, даже одну, даже, нет, это правда, если даже одну, уже неплохо. Конечно, это очень много. Я постоянно получаю письма, вот, у нас комментарии люди пишут, и целые письма в личку пишут, такие длинные, прямо, мне даже неудобно, что я прочесть стол, не могу. Но, очень трогательная история о том, как они что-то послушали, какой-то клик был. Я даже, я не отношу это все на свой счет, просто я понимаю, что он потому это все слушал, что ему в этот момент вот это было нужно. Вот, потому что он мог пойти в другое место, и там бы что-нибудь такое услышал, и, вот, поэтому я не сильно отношу на свой счет. Ну, вообще, очень приятно, что это был, там, голос Силиконовой долины, которым говорит, там, Михаил Портнов, и, значит, гости нашего канала, которые приходят, хочется сказать, из небытия, там, из советского, из советского этого... Ну, зачем уж так мрачно? Ну, я аутрирую, это гротеск. Вот, а для них это небытие, вот, знаешь, вот они смотрят, вот, ребята смотрят, там, вот, 20 лет, из Москвы, и той же, вот, те, которые... Интересно, интересно получается, они смотрят из Москвы, я из Москвы, и, как это, они тогда тоже небытие, что ли? Мы просто как поколение, как где-то... А, в этом отношении, то это речь идет о времени, пространстве. Да, если бы ты сказал, вот, допустим, что, неужели, все-таки, мое поколение, достаточно, чтобы такое представлено? Вот такой анекдот, знаешь, вот, стоит очередь, и там дефицит дают, значит, ну, и подходит девушка, там, и говорит... Я думаю, что сейчас никто нас не понимает. Ну, не важно, да, но это выдают, потому что это продают такое редкое, значит, она говорит, я вот хотел бы приобрести, я говорю, это, предъявите удостоверение. Она говорит, какое удостоверение? Я говорю, участника Куликовской битвы. Я думаю, что многие сейчас тоже не знают, когда она была, но, значит, если они соврут, это был 1480 год, но я не... Нет, раньше. Раньше, 380. Ну, да. Да, сори, много лет прошло. Вот, короче, участника Куликовской битвы. Она говорит, да вы что, девушка, кто же это, жив-то еще с тех пор? Она говорит, послушайте, что мне голову морозить? Приходят люди, показывают удостоверение, я им товар отпускаю. Ну, а что, у нас сейчас по статистике 3 миллиона ветеранов Великой Отечественной войны, вот, да. Довольно много. Что? Довольно много. Да, да, конечно, конечно, вот если посмотреть, сколько им должно быть лет... За 80 уже. Не за 80, им должно быть 90. Вот, разумеется, нету среди 140 миллионного населения в стране с, мягко говоря, не самым лучшим медицинским обслуживанием, конечно, конечно же, нету у нас 3 миллионов 90-летних людей. Ну, может, льготы им какие-то дают? Вот, это те же самые ветераны Куликовской битвы. Вот, я говорю, мы с тобой, значит, они говорят, там, бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, Куликовскую, например, где вместе рубились они, там, 57-я школа, там. Ну, а что, 57-я школа и ныне живет и здравствует. Ну, это правда, да, это правда. Ну, хорошо, значит, мы тогда с ребятами прощаемся, у нас такая традиция, мы так вот рукой делаем, вот, сделаем рукой и говорим привет с тобой.